Молодежь всегда смотрит в будущее и нацелена на успех. Подготовиться к преодолению жизненных сложностей лучше всего в игровой форме. Это отлично понимают в Славянске-на-Кубани, организовав для этих целей фестиваль «Формула успеха». В спортивном зале Славянского электротехнологического техникума в состязаниях приняли участие команды 3-й, 5-й, 16-й средних школ, 4-го лицея, электротехнологического и сельхозтехникума. Если ты хочешь стать в жизни успешным, то становись им. Так вкратце можно озвучить лейтмотив фестиваля. Сегодняшний этап, один из этапов нашего фестиваля муниципального – здоровый образ жизни. Пропаганда традиционных и нетрадиционных форм спортивной занятости. Сегодня мы показываем игровые формы. Соревнованиям предшествовала серьезная подготовка, но она не была участником в тягость, потому что конкурсы вызвали большой интерес. «Соревнования достаточно интересные, очень разнообразный конкурс, нас это привлекает, это очень интересно. Но у нас дружная команда». «Мы участвуем уже не первый раз в этих соревнованиях. Привлекают они тем, что много разнообразия и больше всего нравится рыцарский турнир». Гигантские шашки, лабиринт, веселая лыжня, быстрее всех рыцарский турнир – все эти состязания требовали хорошей физической формы, слаженности интеллекта, высокого командного духа и, конечно же, стремления к победе. И надо было видеть, с каким энтузиазмом ребята синхронно двигались на командных лыжах или старались, надев рыцарские доспехи, победить соперника. Лидерами стали самые достойные. Третье место у Славянского сельскохозяйственного, второе – у электротехнологического техникума, а первое – у команды 16-й школы. «Мы очень рады тому, что мы победили. Мы к этому готовились, стремились к этой победе. Хочу сказать, занимайтесь спортом, это очень хорошее дело. Тренируйтесь, и все будет в жизни хорошо». Фестиваль оправдал свое название, потому что ребята поняли, что вывести свою формулу успеха можно только добиваясь совершенства и действуя дружной командой. Андрей Вишневский, Сергей Тимовский, Константин Монастыренко. Программа «События». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...